Друзья, всех категорически приветствую. Ну что ж, прошло время наконец-то рассказать о моде, который делают для игры по скриптум под названием Bloody Fall. Моддинг проект, добавляющий восточный фронт в эту замечательную игру по скриптум. В общем-то, на каком этапе он сейчас находится, что же будет на начало выпуска этого мода, все это вы узнаете в сегодняшнем видео. Итак, погнали. Итак, разработчики мода уже довольно-таки давно делают этот мод. На данный момент у них есть довольно-таки обширный дискорд сервер, в котором они показывают свои наработки. Что вы, в принципе, сейчас можете и наблюдать. На данном этапе довольно-таки много оружия они уже показали. Это и знаменитые ППШ, и противотанковое ружье. Также автоматическая винтовка СВТ-40. Оружие ближнего боя, такое как Наган. Также есть Мосинка с оптическим прицелом. Пулемет ДТ-29. Показали не готовые еще рендеры танка Т-34. Для перевозки личного состава будет задействоваться ГАЗ-АА. Самая первая модель. Из танкового вооружения представлено еще будет БТ-7. А также для немецкой стороны Панзер Ягер-1. Ну и конечно же, как же я мог не упомянуть, что этот мод будет охватывать период 41-го года. А именно бой под Калинином. Будет также переработана германская фракция под стандарты, так скажем, 41-го года и Восточного фронта. Карта будет Калинин. Довольно долго разработчики ждали выпуск СДК, на котором, собственно, можно будет разрабатывать мод под конкретную игру, а именно по скриптум. В будущем разработчики также намерены показать бои в Европе, а также на Маньчжурском направлении. Маньчжурский фронт, так называемый. В данный момент идет тестирование полным ходом. После Нового года надеемся, конечно, что будет все быстро развиваться и довольно быстро мы увидим советскую фракцию. Большие надежды на выход этого мода, так как привлечет большое количество людей из России и других стран, которые захотят поиграть за советскую сторону. Это, безусловно, разнообразит контент, потому что игры про Вторую мировую мультиплеерную, где задействуется еще и Восточный фронт, очень мало на данный момент. А на хорошем движке, так можно сказать, вообще практически нет. Да, вы можете сказать, что разработчики Hellet Lose также планируют ввести Восточный фронт, но это уже, как говорится, кто быстрее, тот того и будет хайп, того и будут, как говорится, игроки. Потому что, да, безусловно, Team17, который разрабатывает Hellet Lose, они идут, мне кажется, побыстрее, потому что у них большая команда разработчиков. Этот же мод разрабатывают просто мододелы, то есть люди на своем энтузиазме уделяют время, им за это никто ничего не платит, только на пожертвования они рассчитывают. Официальные разработчики по скриптам также поддерживают, но в основном только информационно. Судя по контенту, который уже вы могли наблюдать, можно сказать, что практически вооружение, все, начиная от пистолета, заканчивая пушкой, уже, в принципе, готово. Также показали мины. Я думаю, каждый из вас задумывался, как же будут выглядеть дома в Восточном фронте. Но вот сегодня вы можете наблюдать, сейчас я вам покажу несколько зданий. Первые модели таких домов будут на улицах Калинина и в сельское место с ним вокруг. Команда разработчика надеется, что вам понравится то, что они сделали. В данном отрезке видео вы можете наблюдать, как будут выглядеть эти дома изнутри. Не удивляйтесь, что нету никакого интерьера. Это, в принципе, стандартная ситуация для посткриптума. Ничего они практически не добавляют. Единственное, что было, это в последнем, где высадка в Нормандии, там они начали добавлять. Но на начале этого патча очень все лагало, потому что слишком много было задействовано всяких элементов. И крашилась игра практически постоянно. Но благо это уже все пофиксили. И сейчас таких проблем уже нету. Что касается меня, то я на самом деле рассчитываю, что выйдет раньше, 9 мая, как бы это ни звучало. Калининская операция была в декабре, 16 декабря. То есть они на годовщину этого освобождения Калинина уже не успели. Ну, хотя бы в конце зимы. Это по оптимистическим моим суждениям. А по пессимистическим, думаю, что может выйти аж в конце весны. Весны, то есть на 9 мая. Но, не знаю, они могут упустить шанс опередить Highlight Lose. Хотя бы, пускай бы они выпустили уже полу, так скажем, рабочий какой-то билд. Я так понимаю, они сейчас работают в основном над картой. Потому что модельки все уже готовы в основном. Я просто уверен, что если они выпустят раньше, чем Highlight Lose, то довольно много игроков и останется в постскриптуме. Если же Highlight Lose успеет выпустить восточный фронт раньше, то очень будет сложно завлечь игроков в постскриптум. Потому что, типа, зачем идти на восточный фронт в постскриптуме, если есть Highlight Lose. Понятное дело, что разные игры. Но все зависит от свежести, так скажем, контента. Ну что ж, надеюсь, что вы что-то почерпнули из этого видеоролика. Буду и так же дальше поддерживать, освещать информацию по игре постскриптум, а также сквад. Подписывайтесь на канал обязательно, если вы хотите не пропустить контент по этой игре. Надеемся, что побыстрее это все выйдет, и мы сможем почувствовать себя бойцом Красной Армии при освобождении города Калинин. На этом я с вами прощаюсь. Всем до скорой встречи и всем пока.